Девушки отдыхают Пафнути Кузюкян легендарная и загадочная персона в мире музыки. Кто-то его знает по группе Лябе Струбеское, кто-то как музыканта Академического оркестра театра оперы и балета, а кто-то был на концерте группы «Грёзы Пафнутия». Пафнути играет на валторне, трубе и альпийском роге. В его репертуаре классика, рок, плюс смешение разных стилей и направлений. Мы сейчас на студии, где основная часть материала придумывается, в дальнейшем репетируется и, собственно, записывается. Для творчества таланту подходят любые условия, порой самые брутальные. Дача друга, гараж по совместительству студия, с хорошей акустикой и раритетным мотоциклом. И так среди коробок, проводов и музыкальных инструментов появляется что-то новое. У вас что-нибудь возникло? Ну, какой-то интерес? Красота была? Ну, вот этого уже, я думаю, более чем достаточно. В наше время, когда столько хороших коллективов, если ты вызываешь какую-то эмоцию, более-менее со знаком плюс, то уже, значит, достиг... Ну, я лично уже достиг того, мне больше не надо ничего. Он уверяет, что музыку придумывает, а не сочиняет. Не боится, если что-то не получится. Можно попробовать себя в чем-то еще. И признается, что много думает про ощущение счастья и куда оно пропадает. Музыка – один из способов стать счастливее. Как правильно к вам обращаться? Павел или Пафнутий? Вот вопрос, конечно. Пафнутий – псевдоним, придуманный конкретно, ну, а для чего придумывают псевдонимы писатели, там все остальные... Ну, это нормальная практика. Вот. Хотелось разделить свою частную жизнь с жизнью творческой. В общем, если говорить о творчестве, обращайтесь к Пафнутий и даже в академической атмосфере театра оперы и балета. Шутят, что раньше мечтал, чтобы на афише филармонии большими буквами было написано «Пафнутий Кузюкян Вивальди». К слову, он не считает разными вселенными классические произведения и музыкальные эксперименты в различных творческих коллаборациях. Я не играю в таком, знаете, когда я был студентом, это было достаточно часто, в каком-то таком беспамятстве. Находясь, вот, белое пятно, ты ничего не понимаешь, играешь эти ноты какие-то. Такое было поначалу, а потом дальше, каждый раз я старался во время игры, особенно на публике, приклеивать или как-то находиться в образах определенных структурах, в определенных состояниях. Со временем научился туда погружаться сам. Я надеюсь, это слышно. Если это слышно и передается, ну, значит, класс. Его мастерство многих восхищает. Его называют виртуозом, повелителем Валторн, но к себе «Пафнутий Кузюкян» относится очень критично. Я бы даже и сказал бы, что сейчас я не приблизился к хорошей игре, вот по-настоящему хорошей, которой бы хотелось бы. Ну, вот, пока играю как получается, все время, до сих пор еще хотел бы играть лучше, причем значительно, и гораздо. И прикладываю для этого определенные усилия. В 9 лет тогда еще просто Паша пришел в музыкальную школу. На чем будет играть, не выбирал, а связываться жизнь с музыкой даже не планировал. Мне задали вопрос, хочешь на таком или нет. Я хотел, конечно, играть на другом, но хотелось на гитаре играть, но это такое было желание. Это, знаете, у детей «хочу», это не значит, что надо обязательно выполнить то, что говорит ребенок. Вот, то же самое со мной случилось. А на гитару прием закончен. Но есть Валторна. Валторна? Папа на меня смотрит Валторна. А дальше, ну, это, я думаю, стечение жизненных обстоятельств и знакомство, когда действительно тебе открылась какая-то дверь. Есть какие-то люди, которые повлияли, музыканты. И, соответственно, все, ты уже на удочке, как рыбка на крючке. Тогда он научился слушать и слышать музыку. Все просто. Начинать нужно сначала, то есть со звука. Погрузиться самому конкретно вот в этот звук и понять, ну, почувствовать его, как-то в нем оказаться внутри, можно даже так сказать. Отсюда вырастет и музыка. Ты, относясь к тому, что ты делаешь, в какой-то момент поймешь, что ты занимаешься сейчас музыкой. Да, эта музыка будет для тебя, личной, для одного, но этого будет достаточно. Через год после ухода из группы «Ляпис Трубецкой» появился проект «Грёзы Пафнутия». Как оказалось, «Ляписы» способствовали его созданию. Поступило предложение сыграть на фестивале в Коктебеле. Представляешь, там закат, море, сцену, людей, для которых ты играешь. Думаешь, вот что, ну, чистый лист. Ну, так на тот момент у меня был альпийский рок, и я понял, что, ну, это должно быть что-то связано с ударными, с вот этим инструментом альпийским роком. В итоге там вышло два ударника и альпийский рок. Получилась 15-минутная композиция «Танцуй или умри». А дальше всё пошло само собой. Нашлось нужное звучание, появились единомышленники, потом репетиции, и 31 декабря, в Новый год, вышел дебютный альбом. Не совсем с праздничным названием «Сэндмен». Какие-то жизненные обстоятельства, реакция на жизнь, реакция на свои собственные состояния, они выливались в эти альбомы. Но это не только мои реакции. Я, как бы, может быть, в настре атаки. Здесь в этом участвовало большое количество музыкантов. Получилась музыка ради музыки. Не для всех, скорее для себя. По такому же принципу был записан второй альбом. Сроков не ставили, играли для души, но однажды устроили настоящий музыкальный шторм. Я предложил музыканту, давайте на три дня уедем просто на студию и не будем связываться с семьями, с городом, с работой. Но это оказалось в нашей современной мере невозможным. Мы на студию уехали всего лишь на 18 часов. И вот мы так вот играли, играли, наигрывали, наигрывали, и в итоге возникло три композиции. Вот, что просто необычайно тогда воодушевило, обрадовало. Но больше мы, кстати, не смогли этот эксперимент повторить. Не все композиции пишутся на одном дыхании. Творческий поиск, сомнения и самокритика – важная часть процесса. Чтобы что-то возникло, тебе приходится изменить от первоначального процента в 90. Не бывает такого, что раз – и получилось. Хотя, ну, какие-то бывают исключения. Ну и опять-таки, что рассматривать за композицию? Ну, есть это и хорошая пьеса или нет? Ну, для кого-то это верх совершенства, это джаконда. А для кого-то и джаконда не квадрат. У него нет маркетинговой стратегии, рекордов продаж и планов по покорению мира. Пишется, когда есть что сказать. Иногда появляются неожиданные темы. Например, фэшн. Грёзы по Фнуся звучали на модных показах в Лондоне и в Москве. Для своих выступлений музыкант старается выбирать нестандартные концертные площадки. Уютный книжный магазин подходит больше, чем сцена с софитами. Там были камеры, поэтому немножко мы были отделены от и так небольшого помещения людьми. Но вот все социальное пространство было заполнено слушателями. Еще больше осталось снаружи. Мы открыли окно и слушали через окно. И это были те вот неформалы с 90-х годов. Достаточно взрослые люди, да. Как это, если можно сказать, тусовка. Мне было очень приятно их видеть. Еще было выступление на крыше. Его заранее не анонсировали, афиши не расклеивали, но слушателей оказалось немало. Внизу был город. Это было воскресное утро. И это, конечно, было очень волнительно для тех, кто подходил снизу. То есть, говорит, что-то вот такое разливается над городом 22-го этажа. Я считаю, что это не концерт Битлз. Мы не такие, мы не вызываем интерес. О, смотрите, быстрее летите сюда, они играют. Уверяет, играл бы и для пяти человек, и даже для одного. Я не вижу в этом ужаса какого-то. Я вижу ужас в том, что если ты начинаешь давать афиши, рекламу, продавать билеты в клуб, и туда приходит пять, вот в этом ужас есть. Главное, чтобы музыка достигала цели и что-то менялось в человеке. Плохо ему станет хорошо, хорошо ему станет плохо. Ну, то есть, как бы она, самая страшная музыка, если она оставляет себя безразличным, что ты слушал, что не слушал. Ну, я думаю, это в любом виде деятельности. Грёзы Пафнутия название не случайно. Был такой период в жизни, туманный. Грёзы – красивое слово, да, заметьте, его не так часто используют. Было, естественно, для коллектива придумано англоязычное название – Пафнутия с Дримс. Пафнутия – это моего псевдонима Дримс. Ну, понятно, мечты, сны. И, собственно говоря, я тогда, в тот период жизни, очень часто из-за гастролей, из-за недосыпов попадал в состояние, в котором я в полусне находился. И я как бы не понимал. Я сплю, не сплю, но вот мозг так работал. И я рождал много образов. Это была такая целая жизнь, которую я даже ждал. В этом пересечении сна и реальности появились необычные композиции. Вопросы о стиле, в котором играет Пафнутия обычно избегает. То, что мы слышим в грёзах, словами описать сложно. Нельзя определить не потому, что это что-то такое необыкновенное, нетипичное. Я достаточно спокойно к этому отношусь. Я это делаю и, надеюсь, буду продолжать всё то время, пока я буду заниматься музыкой. А стиль и всё остальное было бы хорошо классифицировать. Я бы, наверное, там, чтобы продавать или как-то поставить на полку. Свой слушатель всегда найдётся. Главное, чтобы совпало состояние и настроение. И неважно, как это называется. Что дальше? Я бы сам был рад, если бы мог на него ответить. Сформировалось какое-то количество. Но здесь вот как вода камень точит. Мне очень нравится это выражение. И здесь я как ручей, встретил преграду. Я пробовал пару раз вот так биться. А потом просто ты обтекаешь её. И дальше. Потому что в жизни у меня она плотная, насыщенная. И мне есть всегда чем заняться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»